Первая книга Царств И одел Саул Давида в свои одежды, и возложил на голову его медный шлем, и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды, и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу, «Я не могу ходить в этом, я не привык». И снял Давид все это с себя, и взял посох свой в руку свою, и выбрал себе пять гладких камней из ручья, и положил их на пастушескую сумку, в пастушескую сумку, которая была с ним, и сумкою, и спрящую в руке своей, выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. Немножко пропуская, сорок восьмой стих. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. И опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб. Так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Аминь. Chapter 17, 38, we read, Then Saul dressed David in his own tunic, and he put a coat of armor over him and bronze helmet on his head. David fastened his sword over the tunic and tried walking around because he was not used to them. I cannot go in these, he said to Saul, because I'm not used to them. So he took them off, then he took his staff in his hand, and chose five smooth stones from the stream, but then put them in a pouch in his shepherd's bag, and with his sling in his hand approached the Philistine. And then we're gonna, oh, and then 41 says, Meanwhile, the Philistine, with his shield bearer in front of him, kept coming closer to David. He looked David over and saw that he was a boy, ruddy and handsome, and he despised him. He said to David, and he despised him. And then we're gonna skip to 48 and said, As the Philistine moved closer to attack him, David ran quickly towards the battle line to meet him. Reaching into his bag and taking out a stone, he sling it and struck the Philistine on the forehead, and stone sank into his forehead, and he fell face down on the ground. Аминь. Держите эту историю перед собою, мы сейчас к ней вернемся. Please keep this story in your head, we're gonna come back to it. Я хотел немножко поговорить о войне. Зачем она? I want to talk a little bit about warfare. Книга Бытие открывает нам, что Бог позволил врагу душ человеческих, сатане, жалить Адама, Еву и его потомство в питу. The book of Genesis reveals to us, that God allowed the Satan or the devil to pursue Adam and Eve and to strike him on the foot. С нашей же стороны, Бог дал право бить его в голову. But on our side, He allowed us to strike him on the head. Это говорит нам о том, что мы всегда находимся в битве. What this tells us is that we are constantly in warfare. Там нету пленных. There is no prisoners. Есть только победившие и проигравшие. There is only victorious and losers. Зачем тогда нам эти войны? Then why do we need this warfare? Кто-то говорит для того, чтобы проверить, какой ты сильный. Some people say it's to check if you have strength. Но если ты будешь Богу доказывать, что ты сильный, то зачем тебе Бог? But if you're going to prove to God that you are strong on your own, then why do you need God? Я думаю, совсем для другого нужна война. I think that we need warfare for a different purpose. Расскажу пример. Let me bring an example. Два брата верующих беседовали друг с другом. Два христианских братья были на повышенных тонах. И они начали говорить на повышенных тонах. Уже начали ругаться. И один из них вдруг высказал несколько слов матом. Второй, который это услышал, удивился. И тот сказавший положил руку на рот и сказал, извини, вырвалось. На что была реакция такая? Если под кустом нету зайца, то оттуда ничего не выпрыгнет. If there is no rabbit under the bush, no rabbit is going to jump out. Испытания открывают, что под нашим кустом. You know, the temptation or the warfare reveals what's really hidden in our bushes. Битвы показывают, какие у тебя зайцы, которых ты прячешь. Warfare reveals what kind of rabbits you have hidden in your heart. Мне говорят, Америка испортила людей. I am told that many people are corrupted by this nation. I am just thinking that really this country revealed what was really in the heart of people. с этим, может быть, не хотят согласиться, но это правда. Many people do not want to accept this as the truth, but it's the truth. Читая повествование о последней вечере Иисуса Христа, as I read the story about the Lord's Supper, Я заметил, что когда Иисус сказал, что среди нас, среди учеников, есть предатель, I noticed that when Jesus said there is a betrayer among us, то никто из них не произнес такие слова, которые наверняка говорят некоторые из нас. But nobody said these words, as some of us would say. Наверное, мы сказали, наконец-то Иисус тебе стало видно. Nobody said, finally, Jesus, you saw the truth. As if, to this time you didn't know who the betrayer is. You don't even need further proof. We'll tell you everything about this person. Just ask us what you want to know. We know the whole thing about him. But the reaction of the disciples was different. Nobody was looking at each other. They were asking, Heavenly Father, is the rabbit inside of me? Is it me? They were asking, because they were asking, because they were asking, is the rabbit inside of me? And the reason they said that is because they realized that each and every one of the people have something hidden. And that's it has to be dealt with. when the one time Job, very famous personality in the Bible, said, the things I was fearful of has come upon me. его зайцем был страх вернемся к Давиду и Давид не имел страха поэтому одев броню и взяв меч он не почувствовал, что находится в своем месте его зайцем была женщина Версавия хочу сейчас больше уже говорить о Давиде меня удивляет, какая удивительная победа была совершена то, что мы прочитали, это показывает маленький, неопытный Давид перед большим опытным Голиафом маленький камешек в руке Давида против большого оружия в размерах и весе, которое было в руках у Голиафа то, что было в руках у Давида Голиаф мог спокойно ногой подфутболить и не почувствовать боли он наверняка ступал на это много раз и даже не замечал, что было под ногами но есть маленькие вещи которые содержат в себе огромное значение книга-притч говорит, что есть мыши которые карабкаются и живут на скалах есть саранча, которые выступают как огромная армия есть маленькие пауки, но живут в царских палатах есть что-то, чего мы недооцениваем я представляю себе, когда Бог посмотрел на носорога и говорит, ты большой но ты не сможешь делать то, что я хочу и много других животных, которые большие в размерах но не имеют той силы, которая нужна для Бога сегодня в мире погибает 25 тысяч человек как вы думаете, от укуса акул от акул погибает только 10 человек в год от укуса мухи ЦЦ погибает 25 тысяч человек вы видите размеры и какие последствия история о Давиде учит меня что если в руке Бога находится даже маленький камешек он способен убить огромного Голиафа иногда в нашу жизнь приходит, как нам кажется огромная проблема мы рабеем но в этом случае нам надо взять в свои руки что-то что может быть пренебрегаемо другими но это имеет огромную силу это Слово Божье и это Слово Божье учит нас тому, что если ты и я в руке Божьей как камень в руке Давида то тот Бог, который помог Давиду направит тебя даст силу и малое победит большое книга Иакова говорит приблизьтесь ко мне и я приблизюсь к вам оказывается, есть верующие которые живут на расстоянии от Бога и Бог говорит приблизьтесь ко мне и я приду к вам есть люди, которые молятся Боже, приди но Бог говорит в этом месте ты приди ко мне и я тебе дам победу кому-то стоит поменять тему молитвы один известный проповедник он так оценил уроки своей молитвы когда я был молодым человеком я просил Боже, измени весь мир когда я был молодым человеком я всегда молился Бог, меня изменил этот мир когда я стал зрелым христианином я стал просить Боже, измени хотя бы нескольких людей когда он стал пожилым человеком он стал просить Господи, измени хотя бы меня для того, чтобы быть камнем в руке Божьей нужно быть готовым к переменам не надо менять вокруг себя обстоятельства надо поменяться самому Давид искал конкретный камень он не подбирал, чтобы просто валялось он пошел к ручью и взял гладкие камни и взял гладкие камни и взял гладкие камни в руках Бога не окажется лишь бы что в руках Бога не окажется лишь бы что в руках Бога то, что имело изменения Бог seeks for those that are smooth that have been changed и только этот камень или этот человек сможет быть Богом направленным и быть поражающим дьяволом в голову в природе есть много параллелей с духовным миром так и в этой истории я вижу два способа которыми Бог приводит нас в нужную форму и во-первых Бог помещает нас во взаимоотношения от этих отношений некоторые плачут я бы никогда не хотел его видеть не хочу его слышать хочу забыть его имя надоел мне он один пастор сказал в церкви было бы все хорошо если бы не люди но именно из людей состоит и церковь и зачем тогда нам быть в этих отношениях дело в том, что камни становятся круглыми когда они стыкаются друг с другом острый угол встречается с острым углом и они делаются полукруглыми потому что натыкаются может быть кто-то спрашивает а зачем мне нужно было встретиться вот с этим он обидел меня он сделал мое сердце больным Бог закругляет твой характер Бог готовит тебе, дает тебе форму избегая этих отношений мы иногда отказываемся от того, чтобы быть в руке Божьей мы отказываемся принять волю Божью по изменению нас чтобы стать другими и если мы хотим все-таки быть камнем в руке Божьей согласись, что тот, кто рядом с тобою кто тебя окружает на работе может быть даже дома твоя жена или муж может быть дети, начальник это Божий инструмент чтобы придать тебе форму нравится нам это или нет поэтому Давид говорит благо мне, что я пострадал и если ты хочешь быть в руке Божьей согласись с этим скажи аминь нам нужно согласиться в нашей жизни еще вот с чем в нашей жизни нет случайных людей все, кто приходят к нам они не просто так пришли есть те, которые принесли радость а есть те, кто огорчили но мы должны ценить этим человеком даже если он нас огорчил как-то один молодой политик решил собрать людей для того, чтобы сказать свою программу на это собрание пришел один фермер больше никого политик думает начинать или не начинать и спрашивает у этого фермера тот отвечает если я прихожу даже к одной корове я ее кормлю но тогда политик начал кормить около трех-четырех часов он говорил одному человеку тот сидел и молчал но потом он ответил ему да, я буду кормить даже одну корову но не всей же охапкой мы должны понять, что каждый из людей является тем человеком, который нам нужен и которому мы нужны но нельзя использовать людей только для себя если даже кто-то решил пойти в другую церковь потому что его обидели ты отказываешься от Божьего труда в твоей жизни если ты решил выбирать то место, где только там как тебе кажется могут тебя любить иногда в этом случае ты отказываешься от того что Бог будет в руки тебя брать потому оставайся в том месте где ты есть среди тех людей через которых ты есть даст Бог время все поменяется но самое главное поменяться должны мы другой способ перемены Давид пошел к ручью это место, где он думает точно там найду нужные камни придя к ручью он отыскивает их и ручей есть образ Святого Духа вы помните апостол Петр был назван камнем этот камень должен был встретиться со служанкой с другими кто пугал его с первым чем он встретится это взаимоотношения что я уже говорил но стал Петр но стал Петр камнем только в момент сошествия Святого Духа без Святого Духа невозможно быть человеком который меняется мы можем понять в чем надо меняться но найти силу в себе мы не найдем ее нам нужна сила извне это сила Святого Духа которая приходит к нам и потому когда сопровождал Дух Святой и апостолов и Петра их узнавали как другие люди но как приходит Дух Святой Деяние апостолов 5 глава 32 стих Бог дает Духа повинующимся Ему 32 стих почему некоторые люди не получают присутствие или помазание Святого Духа мы говорим Дух Святой приди но Он уже здесь тебе прийти надо нужно повиноваться не упрашивать даже согласиться на Его желание Он дает именно тем кто соглашается повинуется Ему после распятия Иисуса Христа ученики пошли заниматься своим делом ловить рыбу и им встречается потом Иисус Христос воскресший Он говорит им возвращайтесь в Иерусалим получите Духа Святого Библия Библия уточняет около 500 человек увидели Христа воскресшего в момент сошествия Святого Духа сколько людей было там в той комнате at the time of the baptism of the Holy Spirit how many people were there Библия говорит 120 Библия 380 человек 380 знали что придет Дух Святой knew that the Holy Spirit was supposed to come встречались с Иисусом Христом воскресшим но не были в том месте куда сказал Христос им прийти but they were not in a place where Jesus told them to be и не получили того что было обещано от начала and they did not receive the promise to obey God is to be where God tells you to be если кто-то не соглашается на это просьбы могут быть бесконечные он не придет до тех пор пока не согласишься повиноваться ему как приходит Дух Святой обычно он приходит с шумом как ветер шумит а как выходит Дух Святой он выходит очень тихо самсон не заметил как он потерял Божье благословение и присутствие как приходит одержимость очень тихо как выходит бес из одержимого человека очень громко кричат если в жизни верующего человека тишина это значит Дух Святой либо утекает или подкрадывается нечистый Дух но тот человек который горит огнем Святого Духа этот человек всегда в движении может быть он не кричит но все видят перемену ощущают какой-то духовный шум который говорит о том что в нем находится Дух Святой и чем сильнее этот поток Духа Святого тем чаще встречается камень с камнем тем больше сильнее столкновения происходят но тем глубже находятся перемены в нем и этот ручей который мы говорим как Дух Святой он никогда не оставит камень на том месте где он был если камень в ручье был наверху через некоторое время он будет в другом месте в жизни духовного человека нет застоя у него всегда есть перемена у него всегда есть изменения он всегда видит рост он всегда становится другим и потому именно в Духе Святом да когда мы встречаемся друг с другом но он буквально нас окружая производит в нас перемену который потом делает нас камнем в руке Господа и этот камень Бог употребляет этот камень Бог берет свой удел еще одна история одна женщина отправила своего сына учиться быть моряком прямо с университета он ушел на флот он не мог писать ей письма он находился в секретных войсках но каждый месяц он ей высылал конверт с цветной бумажкой эта мама которая несколько десятков лет ждала своего сына брала эти цветные листки бумаги не понимая что там на них есть в память о сыне приклеивала их на стенку прошло 22 года к ней пришли владельцы того места где она живет и сказали мы должны вас выселить вы больше не платите за жилье поэтому собирайте вещи и вы будете отправлены в какое-то другое место какое было удивление этих владельцев которые ее прогоняли когда они увидели что вся ее комната заклеена этими цветными бумажками эти цветные бумажки были голубые чеки на которых были написаны суммы которые жертвовал ей сын этих денег было достаточно чтобы купить это место из которого ее прогоняли но она не понимала в чем эта ценность иногда есть люди которые живут в окружении богатства святого духа но терпят огромную нищету но они не так же очень плохие помогите кто-нибудь и они говорят я такой плохой грешник кто-нибудь помоги где найти силу чтобы подняться кто мне поможет все изменить маленькое меня пугает те маленькие они 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 не думают но вокруг тебя все залеплено деньгами когда человек окружен святым духом его место не на стенах его место внутри каждого из нас в этом случае тогда мы действительно есть христиане которые не бегут от Голиафа они идут ему навстречу нет разницы в размерах нет разницы что он говорит пусть пугает даже обзывает тебя собак но ты знаешь то что знал Давид он знал все свое прошлое но в этом прошлом он видел не проблемы а то что сделал его жизни Господь он мог заявить этому человеку он мог взять маленький камешек который был правильной формы и запустить прямо в цель но есть маленькие люди я не говорю о размерах которых считают незначительными а Петре говорили ну что там за речь но когда встречались с ним когда встречались даже с тенью приходило исцеление я хочу вдохновить вас братья и сестры друзья находящиеся здесь нам каждому нужно переоценить тот круг в котором мы находимся вокруг тебя не враги возможно они не очень любят тебя но тот кто вокруг тебя помогает тебе быть в руке Божьей возможно ты сейчас не понимаешь что с тобой происходит почему ты скатываешься сталкиваешься почему ты ощущаешь боль но потому что Дух Святой тебя в ручье ведет и в один из дней к тебе как камню в ручье придет Господь возьмет свои руки положит свою прящу прицелиться и обязательно попадет туда куда он наметил хочешь ли ты быть человеком в руке Божьей камнем в руке Божьей маленькая которая делает великие дела и это не мы это Бог делает через нас Аллилуйя Аллилуйя